Продолжение следует... То, что Земля плоская, это очевидно для всех людей, у кого есть зрение. Но практически опровергнуть эту идею удалось лишь 500 лет назад португальскому мореплавателю Фернану Магеллану, после кругосветного путешествия. А ведь за это его чуть не повесили. Нам говорят, что употреблять в пищу мясо необходимо. Это единственный источник силы и мышечной массы. А откуда тогда в корове или быке столько силы и массы, если они питаются только травой? Человек произошел от обезьяны. Хоть кто-нибудь когда-то это покажет, сомневаясь. А мы приняли этот факт, не задумываясь. Но когда нам говорят, что это не так, мы протестуем. На чем основан наш протест? Это и другие подобные идеи называются предрассудками. И именно они скрывают от нас правду. Скрывают от нас истину. У нас на все уже есть свое мнение. И мы считаем его истиной в последней инстанции. Это наша болезнь. И так много людей готовы поделиться своим мнением с другими. Дать ценный совет. Куда ходить, а куда не ходить. Как жить, а как не жить. Но если разобраться, то сами эти люди зачастую не знают, к чему приведут их советы. Люди не знают наверняка, какое действие к какому результату приведет. А самое интересное, что в глубине души каждый страстно желает узнать об этом. Все знакомы с пословицей. Знал бы, где упаду, соломку бы постелил. К сожалению, мы редко задумываемся об источнике нашей информации. Так важен ли источник? Предрассудок. Буквально мнение, предшествующее рассудку, усвоенное без размышления. Суеверие. Предубеждение. Предрассудки и предубеждения чаще всего становились камнем преткновения на пути постижения реальности. И не давали нам увидеть что-то новое во вселенской картине мира. Продолжение следует...